В эфире телеканала Бобрусь к 360 итоги недели в студии Вадим Киреев. Здравствуйте! Все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. Сейчас коротко о главных темах недели. Наведение марафета продолжается. Расскажем, сколько жителей Бобруська вышли на улицы города с уборочным инвентарем в эту субботу. Беременность, партнерские роды и кормление малыша. В родильном доме прошел день открытых дверей. Покажем, как это было. Безопасность страны в ее единстве. В городе проходит осенний тест армии для 150 военнообязанных. Дружеский визит. Бобруськ посетила делегация журналистов из России. Также в итогах недели. Белорусские деньги хотят обновить, а на заправке завозят зимнее топливо. Холода не за горами. И каталонцы борются за свободу политиков, а США вводят очередные санкции. В это же время Евросоюз разбирается с Брексит. Большая уборка продолжается. В Могилевской области накануне прошел областной субботник. Бобруськ, конечно же, не остался в стороне. Поддержать зеленые движения на улицы города вышли около 20 тысяч человек. От маленьких жителей до руководства города. Наведению большого марафета способствовало, пожалуй, все. Выходной день, плюсовая температура за окном и хорошее настроение. Чище стало в молодежном парке, в Бобруйской крепости, на магистральных улицах, в парках, скверах и на дворовых участках. А бульвар Приберезенский буквально за час и вовсе разросся еще шире. Об экологическом субботнике смотрите прямо сейчас. Вначале нужно выкопать ямку, потом это дерево поставить, потом еще закопать это дерево, только потом уже поливать его. И надо за ним следить тщательно, чтобы оно хорошо росло. 11-летний Роман Шииненко посадил второе дерево в своей жизни. С самого утра на городском субботнике мальчику выпала возможность увидеть не только всех своих соседей и друзей по двору, приобщенных к общему делу, но и руководства города. Здесь, независимо от статуса и должности, все как один – с лопатами, ведрами и саженцами граба. Важная сегодня, в первую очередь, акция, я считаю, потому что перед зимой нам надо очиститься в городе, навести порядок. Ну и, конечно, с доброй волей, с хорошим настроением, с хорошим сердцем посадить деревья. Провести время на свежем воздухе и насладиться красотами синёкой жителям 7-го микрорайона станет еще приятней. В парке семейных деревьев к нынешним добавилось еще несколько сотен саженцев. Главное, что каждый из них посажен с душой. И это, несмотря на день недели, время на часах и ветер за окном. Для горожан принципиально важно, чтобы, конечно же, был чистый воздух. А с учетом того, что это новый микрорайон, безусловно, принципиально важно, чтобы те люди, которые здесь живут, чтобы они тоже посадили деревья. И на будущее, когда эти деревья вырастут, тут будет полноценный парк. Самое отрадное, что вот такая микрозона, микрорайон. Вот поворачиваешь через дорогу, стоят девятиэтажки. А повернешь голову, теперь стоят красивые деревья. Поэтому я надеюсь, что они все приживутся, все будут расти, укрепляться. И наш парк семейных деревьев будет только разрастаться. Неподалеку от Ромы Шиененко свою аллею закладывает семейство Приходько. Папа Валерий с гордостью отмечает, список настоящего мужчины он выполнил на отлично. Дом построил, сына вырастил, теперь вместе сажают дерево. Паша только за. Пропаганда здорового образа жизни, так как это свежий воздух и посадка деревьев. Потом это общение с своими же родителями, потому что большинство молодежи сейчас очень мало общается с родителями. Но вот это вот хороший повод. Городской субботник удался. И это без преувеличений. На масштабную уборку вышли порядка 20 тысяч жителей и десятки организаций. Было задействовано порядка сотни единиц техники. Чище стало около организаций, в парках, скверах, на улицах, возле дворовых участков и мемориальных комплексов. Но на этом благоустройство родного города не заканчивается. Внести свою лепту в общее дело может каждый и не только в рамках субботника. Мария Бересневич, Максим Галенка, итоги недели. Сохранить жизнь и здоровье детей значит сохранить будущее нации. Эта проблема стоит сегодня как никогда остро. С каждым годом растет число дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут, становятся инвалидами, получают тяжелейшие травмы дети. Родители, приучайте своих чад с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения. Помните, личный пример – самая доходчивая форма обучения. В нашем сюжете вы много раз услышите слова «безопасность», «дорога» и «движение». И это неспроста, ведь на днях госавтоинспекция совместно с отделом образования Бобруйского горосполкома во всех учебных заведениях города провела единый день безопасности дорожного движения. С подробностями Кристина Ориенц. Последние две недели в городе выдались особенно аварийными. Больше остальных в ДТП попадали дети. Сначала во дворе дома на 50 лет в ЛКСМ под колеса внедорожника угодила 8-летняя Аня. Имя вымышленное. Девочка стояла возле подъезда рядом с мамой. Буквально мгновение – и ребенок уже на асфальте. Сразу был болевой шок. И первые дни плакала, но все равно плакала, что в школу не пойдет. Мы хотим поблагодарить весь медицинский персонал, кто помогает нам. Первые дни было критическое состояние у ребенка. Это было очень тяжело и нам, взрослым, кто ухаживает. Благодаря опытным действиям медиков и своевременно оказанной помощи, Аня уже переведена с реанимации в обычную палату. Правда, находится на вытяжке. И в больнице проведет не меньше месяца. Само ДТП девочка вспоминает неохотно. Оно и понятно. Мало приятного. Как признается мама ребенка, пока ждали скорую, малышка все время вторила. А как же школа? С собой в палате у нее тетради. Каждый день повторяет пройденный материал и прописывает новые крючки и палочки. Я быстрее хотел перейти. И получается, я начал переходить. Что-то все светлее, светлее начало становиться. Потом все, я отключился. Напротив Аниной кровати лежит теперь ее новый друг, 9-летний Глеб. Он попал сюда позже, но с похожей историей. Мальчик шел со школы домой, навстречу ему двигалась мама. Правда, именно в этот день она не дала ему с собой телефон. О чем позже сильно пожалела. Пока Ирина на другой стороне проспекта переходила дорогу, ее сына сбила машина. Он пошел с девочками. Девочки, получается, перешли? Да, а он не добежал. Когда вы уже пришли туда на место? Он уже лежал. Сам Глеб аварию помнит смутно. Сразу после удара он потерял сознание. На несколько минут пришел в себя в скорой, потом проснулся уже в реанимации. Несмотря на возраст, мальчик держится храбро. Не плачет, а наоборот улыбается и немного смущается перед камерой. Мол, одет по больничному, не подойдет для эфира. На кровати Глеба сегодня лежит книга правил дорожного движения. Как рассказывает мама мальчика, о безопасности на дороге он знал. И дома всегда повторяли, и в школе учителя рассказывали. Что случилось в тот вечер, и почему он пошел на желтый сигнал светофора, непонятно. Главное, что ребенок жив и стремительно идет на поправку. А в будущем мечтает стать гонщиком. Правда, обещает сначала досконально изучить ПДД. Как и где правильно переходить дорогу, о чем говорят сигналы светофора и что значат жесты регулировщика. Об этом и не только 18 октября. Во всех учебных заведениях города говорили учителя, сотрудники ГАИ и юные инспекторы движения. Все, чтобы еще раз напомнить маленьким гражданам об основных правилах безопасности. Переходи зеленый свет. Донести важную информацию самым юным участникам движения непросто, но как показывает практика, реально. Для этого во всех дошкольных учебных заведениях дворовые территории разукрашены под настоящие дороги. А в некоторых есть даже специальные кабинеты со знаками, светофорами и своим транспортом, где воспитатели в игровой форме рассказывают о безопасности. Позже сотрудники госавтоинспекции отправились в школы, где учатся наши герои Аня и Глеб, чтобы еще раз наглядно показать, как вести себя, переходя дорогу. Основная мысль такой акции – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в связи с участившимися случаями наезда на несовершеннолетних. У кого-то проходит дополнительный урок в рамках Единого дня безопасности, на которых ребята отвечают на вопросы, разгадывают ребусы, викторины, загадки. Маленьким подарком для детворы стала красочная постановка от скорой помощи. На их островке школьников учили оказывать первую помощь. И чем можно заменить в быту, например, лед или бинт, если таковых просто нет под рукой. Я научился то, что если кровотечение из носа, то надо голову не назад, а наоборот, вот так вот надо голову делать. Я упал, потерял сознание, у меня пошло кровотечение из носа и открытая рана черепа. У вас дети спасли? Да, меня спасли, как видите. И теперь мы как бы спасаем других детей. Я считаю, что эти мероприятия очень хорошо проводить для младших классов, так как это пригодится все же в жизни. Наравне с сотрудниками ГАИ о правилах говорили и показывали юные инспекторы дорожного движения. Они, как никто другой, знают жесты регулировщика и иногда даже помогают родителям. Я помогаю сотруднику ГАИ регулировать на нерегулированном пешеходном переходе. Каждый раз, когда папа что-то не знает, что-то забыл, я ему всегда подсказываю. Но о правилах ПДД в школах говорят не только в эти дни. Работа ведется на протяжении года. Это и практика, ориентированные занятия и обязательно теория. У них есть возможность на таких занятиях не только получить знания, но и побыть участниками различных ситуаций при изучении правил дорожного движения. Родители должны помнить, большинство несчастных случаев можно избежать, если обучать ребенка правильному и безопасному поведению на дороге. Основная причина ДТП – дети переносят на улицу привычки, навыки наблюдения, которые они приобрели в быту. Кристина Рианц, Максим Галеонко. Итоги недели. На контроле обороноспособность страны. На базе 83-го инженерного аэродромного полка проходит сбор запасников со всей Могилевской области. Там на деле проверяют, насколько крепок характер призванных соотечественников. 150 солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров, более 20 видов техники. Тактика, специальные занятия и стрельба. Здесь мужчинам в очередной раз напомнили все аспекты боевой подготовки. О том, с каким настроением пришли в войска военнообязанные и какие задачи они решают, знает Максим Кембель. Становись, равняясь смирно. 150 военнообязанных и более 20 видов техники. Осенний тест армии затронул тех, кто уже давно отслужил, и тех, кто впервые знакомится с армейским бытом. Сканирование проходит и техника, которая в том числе снята с хранения. Но, пожалуй, самому сложному испытанию в эти дни подвергаются характеры белорусов, которые в большинстве своем с пониманием отнеслись к призыву на сборы. В ходе сбора осуществляется проверка готовности к выполнению задач по предназначению инженерных подразделений, а также подразделений боевого, технического и тылового обеспечения. Место встречи – 83-й инженерный аэродромный полк. На 20 дней казармы этой части стали родными для военнообязанных со всей Могилевской области. Тактика специальной занятия, стрельба и ремонт техники запасникам напомнили все аспекты боевой подготовки. И вот промежуточный экзамен смотр личного состава, убывающего на полевой выход для выполнения поставленной задачи. В плане вот нас сегодня промежуточный итог этих сборов наступил. Мы подводим итоги, проводим строевый смотр, смотр готовности этого батальона к выполнению задачи. Личный состав и техника готовы. Вывод командира после смотра. И вот команда по машинам. Прямо со взлетно-посадочной полосы Бобруйского аэродрома батальон отправляется к месту выполнения приказа. Обустройство полевого лагеря и быта военнослужащих, маскировка техники и слаживание подразделений в условиях, приближенных к реальным. 38-летний старший сержант Вадим Манько на гражданке электромонтер. Во время сборов мужчина ведет боевую карту командира, наносит оперативную обстановку, перемещение личного состава и вражеского подразделения. Эти сборы нужны, они поднимают как бы резервистов, вспоминают, те, кто не знал, что-то изучают. Соответственно, ну и, соответственно, кадровые офицеры тоже учатся принимать резервистов и как бы с большим количеством населения работать. Враг не пройдет, а если бы точнее, то не проедет. Круглосуточно контрольно-пропускной пункт на въезде в лагерь находится под охраной. На КПП заступают самые подготовленные бойцы и на деле отрабатывают свои действия. Выдьте из машины, колбою! Индивидуальные тренировки и занятия в составе подразделения. На протяжении пяти дней полигон будет учебным местом для военнообязанных. Кульминацией станет тактическое учение. Строители, атишники и инженеры в эти дни на полигоне все они один коллектив, где каждый понимает, что безопасность страны в ее единстве. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Магазины, рынки и торговые центры всегда были неотъемлемой частью жизни любого человека. Ежедневно каждый после работы спешит непременно за покупками. Однако становятся ли тяжелее продуктовые корзины белорусов? Если еще два года назад горожане тратили в день не больше 10 рублей, то сейчас сумма на четверть больше. И это только торговые объекты, не считая развлечений. Траты белорусов в магазинах, торговых центрах и на рынках продолжают расти. По информации Белстата, однодневный розничный товароборот в расчете на душу населения с начала текущего года по сентябрь вырос до 14 рублей. В прошлом году на покупки у среднестатистического белоруса в день уходило 12 рублей 70 копеек. В 2019-м наши соотечественники оставили в организациях торговли почти 33 миллиарда рублей. При этом жители страны также стали больше тратить в ресторанах, кафе, столовых. Товарооборот общепита увеличился на 7%. Нацбанк планирует обновить банкноты номиналом 20 и 50 рублей. По планам они появятся в обращении уже в следующем году. Как рассказали в главном регуляторе, банкноты получат новый защитный комплекс, а для их изготовления используют современные материалы. Однако дизайн пока держится в секрете. К слову, 20 мая этого года в обороте появились новые версии купюр достоинством 5 и 10 рублей. Они будут служить дольше благодаря двустороннему лакированию и укреплению контура по периметру. Совет министров утвердил постановление, согласно которому финансирование детских садов будет зависеть от количества обучающихся. На первом этапе новая схема будет работать в Гомеле, Барановичах, Могилеве, Витебске, Гродненской области, Целегорском и в других районах. Теперь выделяемые средства будут зависеть от количества детей и расходов на содержание имущества. Что касается базового норматива на одного обучающегося в детсадах, то размеры установлены следующие. В городе 2277 рублей 97 копеек на одного ребенка в год, сельская местность на 56 рублей больше. На ЗС начало поступать зимнее дистопливо. Полная замена произойдет к 1 ноября. Белнефтехиме напоминает водителям, прежде чем заправлять бак авто зимним дистопливом, необходимо полностью использовать остатки летнего. Кроме того, перед началом зимнего сезона рекомендуется проверить работоспособность аккумуляторных батарей. А в Гаите временем напоминают о своевременной замене резины. Мы продолжаем наш выпуск. Бобруйск стал стартом большой акции. На неделе в родильном доме открылся годовой республиканский тур по 11 городам, которые взяты на контроль президента. 90 будущих мам получили советы от столичных и региональных врачей-экспертов. Конгресс посетили представители республиканской и местной системы здравоохранения. Беременные женщины в формате диалога пообщались с опытными специалистами. Спрашивали о ведении беременности, партнерских родах, кормлении малыша и даже о том, как правильно подобрать размер подгузников. О материнстве и не только. Мария Бересневич. Бобруйский родильный дом на время превратился в республиканскую площадку. Главными героинями стали будущие мамы, которые уже совсем скоро примерят счастливую роль. А это без малого сотня прекрасных женщин. Если говорить о пополнении в городе, то за 9 месяцев на свет появились 1859 малышей. Образовалась такая очень хорошая тенденция в городе Бобруйске, что количество женщин, которые рожают третьего ребенка, четвертого и пятого, увеличилось в разы. По образовавшейся тенденции видно, что в Бобруйске рожать третьего и последующего ребенка модно. Наталья Прокофьева на сохранение попала несколько дней назад. В ожидании чуда горожанка 32 недели. Девушка уже носит почетный статус «мама». Дома ее ждет любимый сын Сережа. Кстати, о мальчиках. Их Наталья любит по-особенному. В этот раз тоже ждет наследника. Правда, с именем пока не определилась. Колеблется между Димой и Сашей. Очень удивлена, что тут проводится. Хотела купить давно компрессионные чулки. Вот мне сегодня рассказали про них. Нужно поехать все-таки их купить. Удивили приятными подарками. Я лежала на сохранении очень много с первым ребенком. Такого не было. За все мое сохранение, всю мою беременность. Сейчас я очень приятно удивлена. Консультации от А до Я. Уже в течение двух с половиной лет команда экспертов «Мама.Про» при поддержке Минздрава и Белорусской медицинской академии после дипломного образования посетила все областные города с семинарами для врачей и мам, в формате образовательных конгрессов и экскурсии по родильным домам. Теперь же специалисты делают акцент на 11 городов, которые взяты на контроль президента. Годовой тур начался именно с Бобруйска. После бесценной информации поделятся жительницами Пинска. У нас есть свой портал. У нас есть свое большое сообщество «Мам», интеллектуальный клуб «Мам», где состоит более 15 тысяч мам на сегодняшний день. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы продолжаем свои проекты, в том числе и в социальной сфере. Мы участвуем в грантовой системе. На сегодняшний день мы реализуем два гранта по поддержке материнства, инклюзивного в том числе, по поддержке грудного вскармливания. Помимо рекомендаций специалистов, будущим мамам выпала прекрасная возможность пообщаться с руководством города, области и представителями здравоохранения. Каждый отметил ценность семьи и радость материнства. Это даст очередной стимул для жизни. Стимул для того, чтобы все-таки мамы понимали, как это все, что должно быть. Ну и в конечном итоге, чтобы все-таки радостный смех детей в городе Бобруйске не только слышен был, но и умножался, и рост здесь. Поэтому, уважаемые мамы, дай Бог вам здоровья, благополучия, рожайте на здоровье. А мы, как мужчины, все-таки в любом случае всегда будем оказывать помощь, содействие вам и вашим семьям. К слову, в Беларуси активно оказывается господдержка семьям, в особенности многодетным. Немаловажный фактор – высокий уровень медицины и современное оборудование. В нашей стране обследование беременных и ведение их, я правда говорю, что, наверное, самое лучшее на сегодняшний момент в мире. Потому что так как обследуем мы и беременных, и последующим детей столько не уделяется внимания ни в одной стране мира. Если говорить конкретно об Бобруйске, то здесь тоже проводится серьезная работа. В следующем году после реконструкции своей двери распахнет детская больница. Не за горами и открытие нового детского сада в седьмом микрорайоне. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Друзья, сябры. Накануне наш город посетили представители сообщества белорусских и российских журналистов. Делегация направлялась в Гомель на третье заседание клуба главных редакторов и экспертов двух союзных государств. Проезжая Бобруйск, гости не упустили возможность остановиться в столь известном городе, воспетом легендарными Абрамом Рабкиным, Эфраимом, Севелой, а также сатириками Ильфом и Петровым. О дружеском визите Людмила Любимцева. Сообщество белорусских и российских журналистов «Друзья сябры» хорошо известно на медийном пространстве союзного государства. Здесь ведущие эксперты в области СМИ, блогеры и просто заинтересованные читатели могут встречаться, обсуждать злободневные темы, знакомиться с жизнью журналистской братья и двух стран, обмениваться опытом и просто дружить. Белорусских журналистов мы возим, они были в Осетии, они были на Камчатке, последние путешествия в Псковскую область, Пушкиногория, Изборск и так далее. Это самое свежее, то, что две недели назад было. По России мы их тоже восемь. В рамках сообщества действует клуб главных редакторов, на третье заседание которого в Гомель и направились гости нашего города. Клуб был учрежден в ноябре прошлого года. Первая встреча прошла в государственной резиденции Вискули в Беловежской пуще. Второй раз руководители СМИ заседали в Москве. Это творческое объединение ориентировано прежде всего на поддержку интеграционных процессов двух стран. Всякий раз мы своей целью ставим показать друг другу точки роста, показать друг другу то, как мы можем очень качественно и очень по-настоящему, по-доброму, по-человечески, профессионально дружить и работать. По пути на важную встречу наши коллеги посетили Бобруйск. Для них был подготовлен небольшой исторический экскурс. Гости познакомились с достопримечательностями города, узнали о ведущих промышленных предприятиях, улицах и знаковых объектах. Одним из них стала водонапорная башня на Пролетарской. Жалко, что проездом, конечно, я так понимаю, что здесь есть что посмотреть, историческую часть. А так вот, я, конечно, под впечатлением очень так все атмосферно у вас. Среди членов делегации внук знаменитого советского дипломата, доктор экономических наук Андрея Громыко, Алексей Анатольевич. К слову, третье заседание Клуба главных редакторов приурочили как раз к 110-летию со дня рождения его легендарного деда. Идея о том, чтобы посетить его родные места, это и Гомель, и Ветка, и деревня Старые Громыки, где Андрей Андреевич родился. Мы много общались, когда он ушел из жизни, мне было уже 20 лет, так что достаточно много воспоминаний. Кстати, в заседании приняли участие не только ведущие, медиа-менеджеры, но политики и эксперты. Как было отмечено, нынешняя встреча это не только возможность познакомиться с развитием информационной сферы братских стран, но и прекрасный шанс для диалога творческих сил, поиска новых идей и обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов журналистики и путей их решения. Людмила Любимцева, Владимир Гребеневич, итоги недели. Испания в огне. Тысячи митингующих штурмуют Барселону. Колонны сторонников независимости Каталонии едут в город из различных населенных пунктов, чтобы принять участие во всеобщей забастовке. Стачка организована после приговоров, вынесенных политиком. Им дали различные сроки наказания за участие в проведении незаконного референдума о независимости в 2017 году. Что сейчас переживает столица автономного сообщества в нашем традиционном дайджесте? В каталонской столице по-прежнему неспокойно. Там прошла массовая забастовка. Были закрыты школы, детские сады, различные ведомства. Городской транспорт практически замер. Были отменены несколько десятков авиарейсов. Стачка стала продолжением многодневных митингов против приговоров политикам-организаторам референдума о независимости. В Барселону съехались пять многотысячных колонн из соседних городов. В центре города опять прошли беспорядки. Полиция пыталась не допустить столкновения сторонников независимости и крайне правых. Избежать погромов не удалось. Недовольные опять сжгли фаеры, били витрины и вступали в драку с полицией. Очередные пошлины от штатов для Евросоюза вступили в силу в конце рабочей недели. Решение Америки ввести новые торговые меры стало известно еще в начале месяца. Налогом облагаются сельскохозяйственная и промышленная продукция, а также воздушные суда компании Airbus. Именно из-за нарушения правил субсидирования этого европейского концерна. ВТО разрешило Вашингтону ввести торговые ограничения. На самолет и налог возрастет на 10%, на одежду, вина, шотландское, виски, мясо, сыр и кофе на 25%. Около 6,5 миллионов долларов выделит правительство Японии на восстановление пострадавших от удара тайфуна Хагибис регионов страны. Местные компании уже начали бесплатно предоставлять людям еду и одежду. По последней информации, число погибших увеличилось до 74 человек. Более 200 получили различные травмы. Поисково-спасательные операции задействованы на более 100 тысяч человек. По всей стране без света остается около 12 тысяч домов. Десятки жилых районов потоплены, закрыты школы, супермаркеты, не работают банкоматы. Соглашение о выходе Великобритании из ЕС, которое одобрено на саммите ЕС, накануне на 90% повторяет то, что было достигнуто год назад на такой же встрече. Экс-премьер Тереза Мэй трижды безуспешно пыталась провести соглашение отложили. Преемник Борис Джонсон намерен представить сделку на одобрение палаты общин только один раз. Он предупреждает, если депутаты не утвердят ее, то британское членство в ЕС прекратится 31 октября. Но если ее ратифицируют британские, затем европейский парламент, начнется переходный период. Лондон продолжит выплаты в бюджет Евросоюза, но не сможет участвовать в принятии политических решений. Они плетут карамельные кружева, создают масляный велюр и мастерят сахарные мечты. Магистры кулинарии ежедневно радуют гурманов своими шедеврами. Эти великие фокусники из ничего могут сотворить произведения искусства. Да, речь идет о поварах. Именно они сегодня отмечают свой профессиональный день. Кондитеры, пиццеры и шеф-повара обладатели белого колпака обучают и в Бобруйском торгово-экономическом колледже. Своё мастерство они уже не раз демонстрировали на кулинарных битвах республиканского масштаба. О бесследователях поварского дела Максим Кембель. Суфлей с птицей и гарнир, брокколи и картофельно-морковное пюре. Именно такая задача сегодня стоит перед будущими шеф-поварами и нынешними учащимися торгово-экономического колледжа. На этой кухне кулинарные изыски творят претенденты на участие в областном конкурсе WorldSkills. И, кстати, трое. Проходят они производственное обучение у нас как в учебных мастерских, так и на предприятиях города Бобруйска, города Минска. Это рестораны как высшей категории, так и столовая, где мы их обучаем. Руководство берет мастер производственного обучения. От первых блюд до десертов. В свои 16 Даниил Крушевский точно уверен, не за горами открытие его собственного ресторана, возможно, французского. Ну а пока юный кондитер экспериментирует со сладкими сюрпризами на домашних. Оценивает вкус хрустящих круассанов и преподавателей колледжа. Учат по профессии то, что по программе положено, то дают и иногда дают знания, которые вне программы, чтобы нам как-то развить нас в этой профессии. Пицца, спагетти и лазанья. Никита зуб напротив отдает предпочтение итальянской кухне. Парень примерил колпак только в этом году. Уже в 16 он уверенно знает, к чему стремиться. На своем первом кулинарном конкурсе Никита приготовил фирменные лакомства. Десерт из клубничного мусса, закуску буша из рыбы и авокадо и рулеты с курицей с ветчиной. Этим и подкупил жюри. Повар уверяет, здесь нет ничего сложного. Главное приправить блюдо фантазией. Отрабатывать время с этими блюдами, чтобы дальше в будущем готовить их с легкостью и вкусно, чтобы уже знать, что нужно, куда добавлять. Кулинарные эксперты уже в ноябре оценят мастерство бобруйских поварят. Кстати, сделают акцент не только на уровень профессиональных навыков, но и на креатив. Тандем с соли сахара и сочетаемость с несочетаемым. В холодной закуске обязательный компонент теста в горячем птице, а в десерте мусс с шоколадным декором. Приготовление таких изысков, к слову, посильно далеко не каждому. Максим Кембель, Максим Галенка. Итоги недели. На этом мы заканчиваем наш выпуск. С вами был Вадим Киреев. Увидимся в следующее воскресенье в 20.30. До встречи и хорошей трудовой недели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok